Грандиозный скандал разродился в Великобритании вокруг госпиталя Стаффорд. Там вскрылись факты многочисленных врачебных ошибок и халатности. Руководство больницы о ситуации знало, но ничего не делало. Это стоило жизни более чем тысячи пациентов. Их родственники добились того, что извинения принес даже премьер-министр страны. Подробности этой истории узнал Дмитрий Сошин. Когда ее перевели долечиваться в Стаффордский госпиталь, Дориндаф почти восстановилась после инсульта. Но вскоре, придя навестить жену, Джеймс встретил умирающего инвалида. Через несколько дней ее не стало. Когда мне ее показали, она была полностью парализована. Даже не могла слова вымолвить. И все это произошло по вине медперсонала. Выяснилось, что в госпитале Дорин никто не лечил. Тяжело больную женщину попросту забыли в холодной палате. За три года, с 2005 по 2008, здесь из-за врачебных ошибок и халатности медперсонала умерли сотни пациентов. В ассоциации жертв Стаффорда, в нее вошли родственники больных и юристы, уверяют, врачи и медсестры виновны в смерти по меньшей мере 1200 пациентов. Персонал относился к больным с полным равнодушием. Не соблюдались самые элементарные нормы ухода за пациентами. К ним не проявляли ни уважения, ни должного внимания. Пожилых людей не мыли, не кормили. Забывали ставить им капельницы. Как такое могло случиться в одной из самых развитых стран Западной Европы, толком никто не может объяснить. Рассказавшая о смертельно опасной больнице независимая комиссия считает, что во всем виновата администрация клиники и местные власти. Они, мол, знали о проблемах, но палец о палец не ударили. Скандал дошел до самого верха. Работа комиссии выявила не просто отдельные нарушения. Речь идет об огромных системных просчетах. Как глава правительства я хочу извиниться перед всеми, чьи родственники стали жертвами этих чудовищных нарушений. Расследование не закончилось, и пока не ясно, кто понесет наказание за страдание и смерть больных. Известно, что 18 медсестер из Стаффорда и других городов Северной Англии временно отстранили от работы. Но врачи и чиновники остались на своих местах. После скандала в Стаффорде расследование началось еще в пяти клиниках на севере Англии. Причем выбирали те больницы, откуда поступило наибольшее количество жалоб. Претензии те же самые. Равнодушие и грубость медперсонала, и частые врачебные ошибки. Но эксперты говорят о том, что проблема не в отдельных личностях, а в том, как работает вся система в целом. Из-за режима экономии британская NHS, одна из старейших в Европе систем всеобщего медицинского страхования, лишилась чуть ли не одной трети своего бюджета. А без государственной поддержки бесплатная медицина опасна для здоровья. И тут уж можно поверить жалобам нового директора Стаффордского госпиталя. На нищенские зарплаты найти хороших врачей и медсестер практически невозможно. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Первый канал, Лондон.